Ремонт дорог смогут оценить сами граждане. Такие полномочия появились у территориальных общественных советов. Они вправе проследить за ходом работы. В случае обнаружения нарушений обратиться в профильный департамент и министерство, и даже в прокуратуру. Критериям контроля общественников сегодня обучали на специальном семинаре в областном Минтрансе. Подробнее Сергей Павлов. Несмотря на достаточное количество проверяющих органов, общественный контроль за ремонтом дорог не лишний наблюдатель. Брак можно выявить, как говорят на семинаре, еще на стадии зародыша. Касается это работа как на крупных магистралях, так и внутриквартальных территориях. В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» средства выделяют немалые, но и нерадивые подрядчики еще не перевелись. Банальную халатность таких свободных художников можно увидеть, не будучи специалистом. Яркие примеры нарушений иллюстрирует министр транспорта. Идем на свеже уложенном асфальте. И вот чувствуем, асфальт под ногами шевелится. Асфальт живой. Когда начали ковырять свеже уложен асфальт, мы убедились, что под слоем свеже уложенного асфальта сантиметров 5-7 пыли. Можно это определить без инструментов, без специальных знаний. Да, это можно. Можно предотвратить. Дополнительный пригляд за подрядчиками поручен общественным советом. ТОСы смогут контролировать работы, начиная от составления проекта и завершая приемкой дороги или внутриквартального участка. О допущенном браке жители вправе сообщить в профильное ведомство и прокуратуру. Они включаются в процесс от начала и до конца. И в приемку работ тоже. Они еще до приемки работ, зная время, когда это произойдет, они уже там кучкуются и ждут, то есть слезят за тем, как последние штрихи наводятся, как укладывается асфальт. На семинаре представители ТОСов обучили деталям контроля за ремонтом дорог. Также руководство профильного министерства пообещало оперативно отреагировать на уже выявленные нарушения. Сергей Павлов, Михаил Смирнов, Новости губернии. Субтитры создавал DimaTorzok